Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Таран, я экс-директор Ялтинской киностудии, в общем-то кинематографист. Кроме того, что я управлял Ялтинской киностудией с 2006 по 2010 год. Через мои руки, через мое управление прошли практически все российские картины, так или иначе снимавшиеся в Крыму в этот период. Кроме того, я достаточно успешный сценарист, продюсер, актер и режиссер. Моя деятельность в этой сфере направлена на то, чтобы в Крыму создать собственный замкнутый цикл производства. Исторически мы по отношению к Москве, к Питеру, Киеву всегда были южной производственной базой и мы встречали съемочные группы оттуда для того, чтобы обеспечить их светом, реквизитом, костюмами, актерами массовых сцен, услугами на таможне, услугами транспорта и так далее. Это не замкнутый цикл производства, это сервис. Нам для того, чтобы создать замкнутый цикл производства и загрузить наши сервисные компании или администраторов, которые живут, династически занимаются этим видом деятельности, нам необходимо в Крыму прежде всего создать сценарные подразделения, где сценаристы будут писать сценарии фильмов, пользующихся спросом у современных зрителей. Нам нужны режиссеры, вторые режиссеры, звукооператоры, операторы, монтажеры и так далее, и так далее. То есть вот это вот вся производственная надстройка. Не сервис, а продакшн и предпродакшн. И вот для того, чтобы посчитать ресурсы, посмотреть на людей, которые в индустрии есть в Крыму, в рамках деятельности Ассоциации предпринимателей Республики Крым, я предлагаю провести круглый стол, посвященный кинематографу, крымскому кинематографу, но не с точки зрения сервиса, а с точки зрения создания замкнутого цикла производства, когда Крым как фабрика смыслов с 2014 года для всей России сможет при помощи киноистории фабрикой смысла остаться и предложить определенные типы человеческих историй всему русскому миру с тем, чтобы и отрекламировать Крым, курорты республики, и с тем, чтобы предложить нашу концепцию русской глобализации. А это касается всех сторон жизни, которые можно описать в рамках романтической комедии, мелодрамы, боевика или детектива. Спасибо за внимание.